Итак, всем привет. Мы продолжаем проходить дополнение для Dark Souls 2 The Crown of the Sunken King. И я надеюсь, что это будет последняя серия. Но я практически в этом уверен. То есть, со времени прошлой серии я решил подобрать ключик к этой чертовой королеве. И так получилось, что я ее завалил. Но при этом не записался. То есть, у меня была запись включена, но кончилось место на диске. Очень жалко, конечно, что этот эпичный бой и эпичная победа не записалась. Я хотел сначала, в общем-то, сделать нарезку из своих фейлов. Но потом забил на это. Решил сразу с этого места начать. Потому что победа далась нелегкой ценой. Но чисто удача. Чисто удача. Что касается вот этого босса, я могу сказать, что его в одиночку можно завалить. Только если ты тупо какого-нибудь там 800 охрененного уровня. Что невозможно сделать за одно прохождение. То есть, придется там юзать уголь вражды и прочее, прочее, прочее. Но факт тот, что моих статов не хватает на это. И, в общем-то, по идее получается, что и никого-то этих статов не хватает, чтобы в одиночку справиться с ней очень быстро. И мне чисто повезло. Я три часа с ней парился. Мне чисто повезло в том плане, что она не призывала Вильстата. Как вы знаете, она сам нет либо скелетов, либо Вильстата, уменьшенную копию его этого Вильстата. Так вот, если она вызывает Вильстата, то все, это жопа. Потому что справиться с ней и Вильстатом одновременно, в одиночку, нереально. Просто нереально. А вот если она еще скелетов призывает, это еще куда не шло. И то очень сложно. То есть, фактически, дам я несколько советов, как биться с этой чертовой курвой. В первую очередь, забудьте про магию. Вот забудьте про магию. А у нее иммунитет к тьме, иммунитет к пиромантии. То есть, этими хренями вы вообще ничего не снесете. И она более-менее чувствительна, собственно, к самой магии. Вот к большим стрелам душ. Ну, там, к опьям молнии и прочее. Вот к чудесам тоже она, в принципе, нормально так относится. И то сносит это не ахти как хорошо. По сути, если вы маг, то уже вы в жопе. То есть, советую тогда сразу же идти к старушкам. И, собственно, применять этот, как его зовут. Делаем нашу вот так. Вот эту хрень применять в сосуд души, чтобы переделать характеристики себя подвоенно. То есть, с ней только ближний бой, только холодное оружие. Причем, чем важнее пушка, тем лучше. В плане того, что, например, как вы знаете, начинается бой следующим образом. Вы входите, она вот тут вот стоит и начинает толкать речь. Вы сразу же берете какую-нибудь пуху, в данном случае, меч вот такой. Бежите к ней, стамину не тратите и сразу же наносите ей офигительные удары. Чем больше, тем лучше. Потом сразу же отпрыгиваете, чтобы у вас стамина была. Она тогда начнет свой топоришко использовать и начнет что-нибудь кастовать. В зависимости от того, сколько вы ей снесете, она либо призовет кого-нибудь, либо начнет вас бабахать тьмой. Дальний бой вообще не советую. Почему? Потому что она сразу же призывает ее. То есть, начинает кастовать шары эти пиромантические. Я не знаю, я в этой части не изучал пиромантию. И не знаю, как точно они называются, эти шарики. Что это за заклинание такое. Но факт тот, что они сносят до хрена хп, когда взрываются. Заметить их очень сложно, по причине того, что они не ярко выраженные. То есть, ты стоишь и ты в самый последний момент уже видишь, что вон они искорки вокруг тебя. И ты уже никуда не сможешь увернуться, ты все равно отхватишь. А отхватишь ты дофигища просто. То есть, эта пиромантия, она бьет очень сильно. Но тьма ее понятна, от нее можно увернуться. Но вот потом она начинает сомнить этих гаденышей. И тут, конечно, хорошо, если она призывает скелетов. Опять же, советую перед тем, как идти ее убивать, несколько раз попробовать. Именно дождаться, когда она призывает скелетов, и попробовать свое оружие. У вас оружие должно слабым ударом, одним слабым ударом сносить им все хп. То есть, чтобы вот так вот скелет к вам подбегает, вы его хрясь, и он падает. Все. Если у вас больше двух ударов, то это нереально. Вы должны, значит, или качать силу ловкости, или качать оружие, или находить более мощное оружие. Потому что вы запаритесь бить скелетов и уворачиваться от ее кастов. То есть, тут надо именно скорость. Нужна скорость и мощь, чтобы хрясь с одного удара, и нет его. Также советую, в принципе, попробовать оставить одного скелетика. То есть, она призывает обычно от трех до пяти. В зависимости от того, на New Game вы или на New Game Plus. От двух до пяти, то есть, от трех до пяти она призывает. И, собственно, одного оставляете, от него легче бегать. И то он может вам, как говорится, подосрать, что называется. Но учтите, что даже если вы оставите одного скелетика, то у нее, как минимум, два обязательных каста. То есть, когда она лишается одной третьей хп и двух третей хп. То есть, два обязательных каста у нее. Даже если она призовет, например, скелетов, вы ни одного из них не убьете, будете чисто ее мочить, то когда она потеряет больше, чем две трети хп, она еще призовет либо скелетов, либо Вильстата. То есть, будьте готовы, что два обязательных каста точно будет. И, соответственно, как говорится, молитесь, чтобы она этого чувака не призвала. Потому что это лютый хардец. Он, в принципе, обладает не таким здоровым хитбаром, как, собственно, оригинальный Вильстат, как босс. Но тоже довольно-таки жирный. И бьет он, не сказать, чтобы очень мало. Так, ну да ладно. Значит, после того, как мы ее убили, мы попадаем в Бусюдема. И тут нас ждет Босяра. Еще один, сука, Босяра. И это самый главный Босяра. И тут в этой серии я собираюсь сделать страшное. Я собираюсь нахрен выйти из Ковенанта Чемпионов. Потому что я пробовал драться с ним на Ковенанте Чемпионов. Он ваншотит. Он, сука, ваншотит. А я никак подобраться к нему не могу. И тут бы даже... Я бы его все равно убил, если бы он, сука, не летал. Потому что он постоянно летает. Он на земле практически не задерживается, когда я один. То есть, когда он приземляется, он приземляется обычно на другом конце карты. Собственно, ты от него уворачиваешься. Он куда-то туда, он бабахает. Ты до него бежишь. И только ты к нему подбегаешь, он взлетает и опять начинает свою хорень творить. То есть, ну я вообще сейчас покажу. В принципе, у меня так... Надо только кольцо надеть, чтобы эти души не потерять. Сейчас надену колечко. И давайте я вам покажу, как вообще он себя ведет. Ведет он себя плохо. Дядя нехороший. Давай, дядя. То есть, когда начинается бой, рекомендую уйти вот сюда. Почему? Потому что он... У него одна и та же анимация. Он вперед выдвигается, и вы можете успеть ему нанести один удар или несколько, прежде чем он взлетит, собственно. Вот сейчас я... Здесь я фейлю. Тихо, дядя. Здесь, наверное, поможет мне щит гирмов, кстати говоря. Я что-то его не надел в этот раз. Так, ну где ты там? Вот ты. Во! Во! Вот что я говорил. Ваншот. Ваншот, ванкил. Вот этим копьем он как раз задевает, и все. Какую бы броню я не надел, этот удар для меня смертелен. Он даже через блок проникает, я проверял. Сейчас-то, правда, я блок не поставил, но я проверял, я стоял в блоке, уже ждал его удара, и он все равно ваншотит. То есть, ни один щит этот удар не держит. Учтите это, если будете проходить на ковенанте чемпионов. То есть, тут тупо только вот бегать, прыгать. И вот, почему я хочу выйти из ковенанта чемпионов? Мне нужен какой-нибудь братюня, чтобы он агрил его на себя, и чтобы этот дракоша задержался подольше сволочь на земле. То есть, чтобы он вот так вот не летал. Чтобы один там стоял, его как-нибудь агрил на себя. Лучше желательно, чтобы непись, потому что неписи тупые, и у них здоровья дофига. Вот, желательно непися мне. И чтобы я смог как раз-таки сзади заходить, и начинать его рубить. Пока он там с неписям воюет. Вот именно это мне и надо будет сделать. Так что мы сейчас отправляемся в Маджулу. И чиним кольца. И еще надо, ну это, остатки. Так, что, да. Остатки камней, которые я тут нафармил. 5 камней надо будет сдать. У меня уже, я отнес уже ковенанту 30 камней. Вот это еще 5 штук отнесу, будет 35. После этого я выйду, а потом обратно зайду. После того, как убью этого чертового дракона. Потому что у меня реально, у меня на этой королеве я бомбила. То есть босс реально сломанный. Вот эта королева. Этот, кстати, тоже не подарок. Он хотя бы не такой читерный. Так, починить. Да, починить. Давай, давай. Конечно, конечно, мужик. Так, принимаем человечность сразу же. У меня ее много. У меня ее 42 штуки. Так что, тем более, у меня колец навалом. Денег тоже навалом, чтобы чинить эти самые кольца. И бежим отдавать. Отдавать, как зовут, камни. Камни надо отдавать. Этот процесс вы уже видели, но еще раз посмотрите. Что уж там уж. Мне надо действительно что-нибудь с этим сделать. Так, дать. Хорошо, дать. Так, 32. 33. 34. И 35. Все, нормально. Мне еще 15 камней, и у меня будет третий ранг. Отлично. Ну, 15 камней, но я их нафармил, если честно. Но я еще попробую это вот в новом DLC, который выйдет. Посмотрю. Я туда тоже пойду на Ковенанте Чемпионов. Я, в общем-то, никуда не тороплюсь. И туда я тоже пойду на Ковенанте Чемпионов. Посмотрю, может, там фантомы какие нарисуются. С них камни, но выпадает. Так, куда я пошел? Зачем я пошел? А, блин. Я не туда пошел. Я хочу кошечки. Она, как вы знаете, имеет инфу по Ковенантам. Всю инфу по Ковенантам. И она же их тасует. То есть у нее можно выйти из Ковенанта вообще нафиг. Так. Может быть, может быть. Это колоссальная вещь, с мощностью, чтобы помочь их размерам. Или что-то, что играет на роль, в крайней мере. Открывай дверь и ввенчуй вверх. И ты скоро вкуснешься. Это она про Дракошу говорит. Я уже дошел до него, в принципе. Но не ходил еще к нему, не спрашивал его этот, как его... Ну, хрень какую-то он дает, чтобы в воспоминания залезать. Надо бы к нему наведаться, потому что, я так думаю, без этой хрени мы не сможем поговорить в результате с Виндриком. Да, вот покинуть... Так, подождите. Нет, пока... Так. Что у нас по ковенантам? Вот здесь все мои ковенанты, и вот, как вы видите, отряд чемпионов ранг второй. К сожалению, нельзя посмотреть, сколько камней я туда перекидал. Но я их считаю. Я точно знаю, что 35 я туда кинул. Ну вот, теперь мы не в ковенанте. Мы ведь можем войти в него? Я просто не проверял никогда. Мне сказали, что можно покинуть ковенант таким макаром. А потом снова в него войти. Сейчас посмотрим. Захочет он меня еще раз принять или не захочет вступить. 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 Ну... Да. Я могу. Я могу. Вступить в этот ковенантище. Это хорошо. То есть, пойдем мы вообще без ковенанта. На хрен нам сдался. Я не знаю. Я может сейчас братюней приглашу даже не неписи, а настоящий. Блин, надоело мне это DLC. Я просто хочу его закончить. Потому что боссы просто бум. Жопораздирающие отправятся. Отправятся. Сейчас попробуем кого-нибудь призвать. Либо неписей, либо обычных людей. Посмотрим, как они справятся, не справятся. Да и вообще, это желательно нафиг показать все-таки, как это работает. Я правда действительно планировал на ковенанте чемпионов проходить. Ну, блин, ну что ж теперь сделаешь. Так, у меня где-то было вот кольцо дракона. Вещь хорошая. Все остальное, я думаю, мне нафиг не нужно. Можно бы, конечно... Отполомки снаряжения. Так, мне нужен щит гермов обязательно. Потому что он огнем все-таки пуляется. Я уже проверял. Держит неплохо щит гермов его огонь. Так. Драконь и талисманы лечат отравление, восстанавливает здоровье. И, собственно, еще на всякий случай эти самоцветиков нарулил. Так, ну, вроде бы... Вроде бы все. Нет, не все. Подождите. Есть еще одно дело. Мне нужен еще один меч. Потому что у него ломают... Об него ломают мечи. На самом деле. Так. Присядем на дорожку. И давай призовем кого-нибудь. Так, ты кто? Мужик с двумя саблями. Давай. Иди сюда. А ты кто? Баба. Давай. И ты приходи. Давайте все приходите. Я хотеть крови этого сукиного сына. И закончить на этом. Это DLC. Да, там есть еще необязательный босс. В той локации, которую мы открыли. Наверху там. Но... Тупой этот босс. Так, поприветствуем братьюню. Так. И теперь... Кого мы возьмем себе в подмогу? Давайте этого... Не писи вот этого возьмем тогда. Раз... Знак пропал. Так вот. И погнали. Ну, надеюсь, ты теперь не такой страшный, сука. Что-то его так хорошо приложили дядю. Так, бутылочка. Да, бутылочка. Это хорошо. Блин, что-то как-то у нас не очень. Совсем не очень. А вот теперь хорошо. Отлично рубит, мужик. Главное не насосать. Ау. Ушел. Что будешь делать? Я не согласен. Я просто его уже не видел. Где ты там? Хрен тебе, лысого дядя. Так. О, да. Просто и заострим. Нет, ты меня так не проймешь У меня щит гермов Есть, детка Сдох, козлина С первого раза Ну, конечно, по-читерски, я понимаю Но Другого выхода нет, потому что меня уже отбомбило От этого дела Медаль света дали Отлично Зачем она мне? Так, ну и вот Корона Российской империи То бишь корона этого короля топлого Так Вот за этим мы сюда и, собственно, приперлись Затухающее пламя теплится в древней короне Да, с братвой, конечно, намного все проще О, я, кстати Так, королеву убил Недавно еще завалил Вот душа Вот эти вот хранители и защитника Вообще простейший босище Босс очень простой просто Так, что у нас тут? А, я куда заперся-то? Ну-ка, ну-ка Так, корону наденем Обязательно наденем И почитаем про нее чего-нибудь Так, где вот тут инфа? А, нет, вот так это делается Инфа Корона топлого короля Некогда правящего в этих краях Король выстроил вечное святилище Под землей Чтобы поклоняться великому дракону На бастион обрушился вскоре После его пробуждения То было давно И сегодня никто не помнит Даже имени короля Понятно Так, вот здесь вроде кольцо какое-то было Я что-то помню, мне говорили Возьмите кольцо Йорги Йорга или Йоргика А это вот похоже сам Йоргик Тот самый, да? Ну, по сути Получается, трупешник валяется У него кольцо этого Йоргика Значит, это и есть Йоргик По логике вещей Почему я его Йоргиком называю? Потому что в оригинале Если брать английскую транскрипцию Это все-таки его имя не Йорг А Йоргик Там Ха на конце Можно Или если брать Скандинавский манер прочитывать То это как Йоргик считается Так Так, что мы еще будем делать? Есть еще один момент Ну, к тем тварюгам втроем Которые мы не пойдем вообще Ну, то есть я могу опять же призвать фантомов И зарубить их Так же, как этого дракона Но Смысл? Это босс необязательно Из-за него даже душу не дают Мы сейчас пойдем в одну В одну закоручину Заколучина Хорошо сказал, блин Так Отправиться Отправимся мы Сюда же, в общем-то Сюда же Или сюда же Или сюда же Да, вот там сюда То есть Вот мой Один мой друг проходит Еще параллельно Dark Souls Он играет чисто за мага Он говорит Вообще это жусть Жусть Что творится Если игра чисто за мага И он тоже все фантомов вызывает На самом деле Потому что реально Так Я сейчас Разовью свою мысль Не беспокойтесь Я только кольца поменяю Так Нет, не этот Я лучше вот это возьму Блин Я вообще не то хотел сделать У меня же тут кошка нужна Господи Точно Кошечка Кошечка Мне нужна Вот Для нас теперь Это есть корона Так вот Он говорит Что Многие уже Сходятся во мнении Что разработчики Перемудрили Сделали это Дополнение Именно Под кооператив То есть В одиночку Хрен Ты что сделаешь То есть Ты сделаешь Но С таким лютым Бартхертом Часа через Часов через восемь Нахрен Так И Собственно Все Я хотел Сделать Я вообще Не туда Побежал Нам надо В другую сторону Собственно Спрыгнуть Нам и так Надо было Только не тут Где я спрыгнул Поэтому мы сейчас Зайдем сюда Здесь как вы видите Уже нет ни одного Братюни Потому что Я столько раз тут Дох Что уже Собственно Их Так ты там Сагришься на меня Не сагришься Вроде бы Нет Никто не агрится Так Но мне надо Поменять Поменять Щит На свой Любимый Так И Собственно Так Меч я Наверное Нет Этот я Уберу Нафиг Потому что Тяжелый А вот Меч крови дракона Я в принципе Прокачал Неплохой Оказался Мечок Но под него Конечно Надо качать Ловкость Больше всего Там на ловкость Идет скалирование Чем больше ловкости Тем больше урона И собственно Что я еще хотел Мой посох Мой супер Супер посох Так Ау А это ты Так Давай вставай Встань дружок Вослай Солнце А пойдем А то там Подмога у тебя Не крутая Так И ты Ты мне не нравишься Поскольку я не в ковенанте Ты мне уже Такого дамага Не можешь нанести А я тебе должен В принципе Наносить Неплохой Такой дамаг Блин А он может Меня нарезать Сейчас Кстати говоря О смотрите Все таки он блокирует Иногда Редко Но метко Все Что это было А нет Зря Ну ладно Так С этим Я разберусь Таким Вот макаром О Теперь вам Сносят Вот теперь Вам Сносят Ушел Ушел Потом еще Надо будет Сходить Прокачаться Я думаю Мне на пару уровней Хватит Силу Ловкость Сразу же Качаю Так Вася Вася Пойдем Поговорим О Блин А Блин Ах ты Блин Ах ты Блин Но не Пробивает Ну Да Тебе Дядя Не клевый Ты Дядя Ты Тоже Не клевый Дядя Да Не проблема Кстати Говорят Вот Вот Это я понимаю Дамаг Кстати Вот Если Спросите Меня Зачем Я вообще Когда-то Давным-давно Вступил В Ковенант Чемпион Мне показалось Что Игрушка Слишком Легкая Я не потому Что Вступил Не для того Чтобы Подтонуться Вот Мол Я такой Крутой На Ковенанте Чемпион Все прошел Я Фактически Уже Игру Прошел На Ковенанте Чемпионов Вот Только Делся Не смог Вот То есть Я фактически Уже Крутой Но Вступил Я Не ради Понтов А именно Ради Сложности Потому Что Мне показалось Что Очень Все Просто Слишком Все Просто Но 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 Потом Вот Я Это DLC Понял Что Нифига Не просто Блин Так И тут Говорят Вот Если Отсюда Прицелиться Нежели Отсюда Прицелиться Нежели Отсюда Прицелиться То Можно 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 Где 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 Кстати Говоря Не вижу Так Это Я так понимаю Блестяшка Да Блестяшка Нам Не Нужна Говорят Тут Как Там Можно Это Дело Сделать Так Это Да А А где Тут Подняться Так Вот Колонна А Вон Эти Ага И Надо Как То Прицелиться Так Чтобы Попасть Или Же Не Попасть А Я Не Вижу Ни Хрена Кстати Говоря Вы Видите Колонну Которую Надо Активировать Я Не Вижу Нет Он Там Он Че То Вроде Как Виднеется Да Но Я Считаю Что Я Просто Тупо Не Попаду Да К Сожаление Я Не Попадаю Можем Конечно Попробовать Как Уж Тут Прицельный Огонь Делается По Мому Надо Выбрать Вот Эту Штуку Собственно Не Им Пофигу Кстати Говоря Вопрос Прицельный Это Огонь Можно Сделать Да Но Сидеть Та-дам Какую Тут Надо Разрушительную Фигу Но Молний У меня Нет Или Есть Сколько Мне Надо Чтобы Молнии Сделать Копье Молнии Блин Не Туда Так Предметы Сколько Мне Надо Чтобы Сделать Копье Молнии Хотя Бы Какой Нибудь У меня Они Точно Есть Так Большой Копье Молнии 42 Вера Не Пойдет Большое Копье Молнии А что У меня Обычного Копья Молнии Нет Что Ли Та Е Мать Не Круто Да У меня Обычную То У меня Только Большие Копь Это 42 Веры Это Это Для Меня Нереально Может Конечно Попробовать Шарик Запулить Но Что Я Считаю Что Ни Хрена Не Выйдет Шариком То Я Раздаваю Да Так Ладно Юзаем Тогда Косточку Возвращения Не Косточку Молнии Молнии Связаны Соц Фигарить Одно Проблемка Торговка Единственный Торговец Чудесами Которые Я знаю Я его Завалил То есть Я ее Тупо Убил Может Быть У нее Копья Молнии Продавались Обычные Но Давайте Сгоняем Наверное Посмотрим Попробуем Сгонять Вот Сюда Сюда К Торговцу Может У него Что Есть Хотя Вряд Ли К Сожалению Вряд Ли И Даже Если Я Сделаю Прицельно Шрам Бомбанул У меня Есть Такое Ощущение Что Он Тупо Туда Не Долетит Сейчас Будем Думать Как Туда Попасть Здесь ПВП Зона Как Всегда Люди Приглашают Помериться Пипичками Но Для Нас Это Нам Это Не Надо Так Дядя Попам Попам Так Купить Предмет Купить Предмет Что У тебя Из Заклинаний У тебя Всякая Шляпа Буря Тьмы Буря Буря Мглою Небо Крое Так Нет Пойдет Так Козел А Больше У меня Никаких Этих Которые Чудеса Продают Нет Блин Дед Торговец Был Я Его Завалил Кстати Прошу Прощения В этой же серии Добавили Возможность Торговать С неписями Которых Завалил Может Там Появился Этот Этот Как Его Завод Могильная Плита Та Блин Сейчас Тогда Посмотрим Заодно Потому Что Мне Нужна Именно Молния Хотя Обычное Копьё Молнии Это Не Факт Что Я Смогу Заюзать Скорее Все Он Потребует Скажет Давай Блин Мне Тридцать Ты Тридцать Веры Чего Я Конечно Дать Не Смогу Ну Да Ладно Если Не Получится То Не Получится Что Теперь Сделаешь Попробуем Еще Какую Пиромантию Приобрести Сейчас Так Мы Пойдем Туда Кстати Это Лисья Которую Я Завалил Она Тоже Довольно Таки Жирный Фантом Оказалось Завалил Я Нараз За С Пятого Что Ли Она Потому Что Лечится Собака Очень Хорошо Лечилась Вернее Точно Есть 7000 Душ Нифига С Ну На Давай Че Вот И Ты Красавица Давай Ка Какая Женщина Я С Какая Жьи Странно Вот ее Историю Практически Не Рассказывают Так Купить Предмет Может Где То В Другом Месте Рассказывают Так Че У Тебе Такое Увеличивает Веру Кстати Я Хочу Это Купить Дорогущая Хрень Но Я Думаю Она Мне Пригодится Лучше Я Сейчас Куплю Чем Потом Так И Что У Тебе Есть А у Тебя Молния То есть Нет Да У Тебе Есть Обычная Молния 22 Оказывается Надо Отлично Это В Принципе Мне Норм Сколько Лучше Всего Взять Ну Пока Одну Возьму Потому Что Я Все Равно Их Юзать Не Буду Если Что Потом Докуплю Конечно Конечно Ты Видишь Какая У меня Корона Классная Так У Меня Не Хватает Уже Блин Сколько Я Денег Ботнул Сразу Что Мы Сейчас Прокачаем Так У Нас Веры Веры А Ну Вот Как Раз У Нас Увеличивает Веру Есть Такая Хрень Сейчас Мы Копье Молнии Сможем Использовать Я Так Понимаю Да Можно Фимиам Например Скептика Чтобы Это Кольцо Не Таскать Потому Что У Меня Веры Так Надо Кстати Корону Снять Панты Это Хорошо Но Не Очень Так Вот Будет Сейчас У Меня Вера 20 То Можно Бальзам Можно Кольцо Можно Фимиам Скептика Так Это Чудеса Чудеса Его Надо В принципе А чё А чё Такого А чё Такого Чудеса Сюда Его Забабахать Вот Эту Штуку Я Живу Могу Использовать Могу Чудеса Это Уберём Это Сюда Чтобы Чтобы Вести Прицельный Огонь Это Сюда Тож Мне Сейчас Придётся Обратно Идти Через Прорываться Через Тех Братюнь Которых Я Порешил Так Давайте Составим Заклинание Чё-нибудь Сейчас Придумаем По поводу Веры Так Вместо Вот Этой Штуки Тихо Вместо Этой Штуки Поставим Большой Копьём Волны Господи У меня Было Оказывается А нет Тожди Не было Я знаю Знаю Мне Впринципе Не очень Надо Я хочу Знать Как Это Дело Делается Что Такое Что Такое О Ага Не могу Использовать Ясненько Ну-ка А если Я сейчас Надену Кольцо Увеличивающую Веру Который Я купил Вот Эта Штука Вот Теперь Я могу Использовать Это Дело То есть Например Бабахнуть Вон Туда Ну А А Вон Как Прости Чувак ты надеюсь на меня не обиделся не не обиделся она хрен с ним извини мужик я чуть было не описывался сам были интересная вещь кстати так подожди 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 все-таки я хочу попасть в тот камень ну типа практически попал в этот камень вот теперь попал в этот камень все нормально погнали теперь у нас все есть и эта штука должна разрушить те штуки на самом деле по крайней мере мне говорили так что эта штука может разрушить те штуки мой друг как раз который отыгрывает мага он разбивал эти препятствия именно копьем молнии так о чем я задумался да 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 сюда так кольца кошки у меня нет все равно прыгать а надо хотел сказать прыгать надо до прыгнул прыгнул просто отлично прыгнул просто ну ладно кольцо загубил до хрен бы с ним бы особо то я не это не расстроился по этому поводу ты особо не расстроился хотя конечно жалко денег ты так не так чтобы много этих душ имеется еду конечно же а тут еще такие расходы непредвиденные пострелять в тебя а вот я вас этим магии снесу нахр так ну давай братков вставай вставай разберемся так так отлично теперь ты братко готов выпьем няня где же кружка так ты 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 не попадаешь я болен я тоже не падает хотя слова бы попадете до болен точно не круто и по тихо 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 я полечусь я не хочу рисковать мне это не надо ты что ты будешь делать ты все сделал поешь то да ладно у меня кончили заклинание касси ладно хрен с ним пойдем разбираться а почему они кончились тихо 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 я забыл про васю я забыл про подружку васил Тихо. 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 Вообще валятся как эти. Как можно на таком уровне сложности играть не понимаю. Это ж не интересно. А это слишком легко. Так, подождите. А, пошло... А, нет, не пошло, оно. Это оно. Оно сейчас будет очень сильно доставать меня. На нее не наводится. Не круто. Ладно, хрен. Сделай вид, что меня не знаешь, не видел и вообще. Как мы видим, вон вход есть. И вон там есть платформа. Внизу. А рычаг спрятан вот тут. Это же... Блин. Вон он. Оооо! Отлично! Но без копья тут хрен. Так, куда-то? По-моему, выше тоже можно забраться. Кстати. Любопытно. Так. Факел. Это то, что нам нужно было. Мы же любим факела. Я вот уже не знаю, как говорится, что бы я делал, у меня всего 4 часа с половиной. Мы обожаем в пакетах. Так, эти нас покоцают, так что давайте менять. Так, это убираем, это убираем. А вот сюда ставим вот это. Ну, куда ты побежал? Ну, как тебе не стыдно? Так, одна, с ней что-то выпало, надеюсь, человечность, с них человечность хорошо валится. А вот теперь видно, во что я вкладывал столько костей. Арбалет просто выруливает. Нет. Здесь врагов не будет, вот за исключением этих черепашек ниндзя. Так, ну давай человечность, да, человечность дали, отлично. Вот и уно, дерево. Шпастый кнут дают. Шага перемен... А, я помню эту фигню. Про неё тоже писали, самая бесполезная хрень. Ну, не то чтобы самая бесполезная, она замедляет всех вокруг. То есть и самого кастующего, и его противников. Только зачем это делать, не совсем понятно. Но это именно для тяжей. То есть вы супертяж со щитом против вас ловкий какой-нибудь. Кастуете это заклинание, он не может кувыркаться. Отличная вещь. На самом деле. Тик. Что нам надо? Что нам надо? Я хочу попробовать с ним поля-лякать. Может у меня получится? Кто знает? Где у меня кольцо шёпота? Вот кольцо шёпота. Нет? Не хочешь ты со мной говорить, да? Жаль. Тогда умри. Что ж теперь сделаешь с тобой? Раз ты такой. Этот, этот кнут. Вон, шупастый кнут. Что он делает? Он, по-моему, это, лечо-ку давал, типа, это, снаряжение чинить. Сушеный корень. И всё. Вот здесь ничего нет. Ну, зато мы это дело открыли. Так, я бы, конечно, как-нибудь бы ещё бы... Туда бы куда-нибудь бы... Нет, ну туда-то понятно. Чтобы туда проникнуть, это надо босса завалить. Да я не хочу его валить. Так, вот, вместо этой мы поставим, собственно... Как бы лучше это сделать? Ну, вот так вот. А сюда вот так вот. Так, плюс надо сожрать травки. Какой-нибудь закатный. У меня её много. Да ладно. Почему? А, вспомнил, господи. Вспомнил, помнил. У меня не хватает веры на это дело. Давай, 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 где ты? Вот ты. Кстати, надо хлебнуть. Блин, а может я смогу этой, как его зовут? По-моему, тут я могу хуже попасть. Нет, не могу. Почему не могу? Нет, не могу. Ладно. Что ж теперь делаешь? Нет, не попал. И опять не попал. И опять не попал. Ну, клёво, чё. А может она уже не работает? Кстати говоря. Я не знаю, может быть там внизу что-то и есть, или наверху что-то есть. Ну-ка глянем. Сейчас мы оттуда вон глянем. Есть что наверху или нет? Стоило прыгать на поднимающуюся платформу или не стоило? Я отсюда же не вижу ничего. Так, а нету, ни хрена нету. Короче говоря, внизу по ходу дела тоже ничего нету. То есть мы по сути подобрали всё, что нам нужно было. И на этом завершим. То есть в принципе вот такое дополнение. На самом деле читерское оно в плане того, что ну враги ещё очень даже неплохо доставляют. В плане с ним подраться, но боссы слишком переборщили со сложностью, на мой взгляд. А так вполне себе ничего. Так это продлили удовольствие. Что называется от этой неплохой такой игрушки. Очень даже неплохой игрушки. Если пасты кнута, круто. Если его сделать на кровотечении, я так думаю, что будет адовая штука. Кстати, какие у него статы. Мне даже интересно стало даже на этот лук. То есть кнут. А 174, кстати, нехило. Очень даже нехило. И он уже фактически делает кровотечение. Посмотрите. Посмотрите. Если его сейчас закалить на кровотечении, он будет такую эту давать. Правда, я не знаю, на ком тут можно вообще кровотечение. Прошу прощения. Не знаю, на ком тут вообще можно кровотечение делать. Но, в принципе, можно и попробовать чего-нибудь такое изобразить. По крайней мере, пусть будет. Пусть будет. Кнут на кровотечение очень даже интересно. Ну, и, в общем-то, хотя нет, подождите, я могу еще кое-что показать вам.